Владимир Путин для жителей России, действующий президент, он уже говорит не словами, а делами. И говорит уже давно. О нем уже можно оценочное осуждение составить, каждый избиратель может оставить свое оценочное осуждение по делам Путина. Кому нравится, что происходит при Путине, кому не нравится, но, в общем-то, то, что говорит Путин, уже не столь важно. И самое интересное, это момент, от чего хотел добиться Путин, на самом деле, я не понимаю. Честно говоря. И хотел ли он вообще чего-то добиться, интервью с Карлсоном, кстати. Вообще люди используют речь для разных целей. Воспринимать, что люди всегда используют речь только для одной цели, например, доказать свою точку зрения. Ну, основные цели, например, перечислю, которые есть у людей, для которых они используют речь. Это доказать свою точку зрения другому. Второе – задать какие-то вопросы, выяснить какую-то истину. Третье – у китайцев, например, очень популярно это использовать речь для того, чтобы скрыть свои мысли. Четвертое, оно как бы продолжается, продолжение первого. То есть, первое – просто рассказать человеку о том, что ты думаешь. А четвертое – это убедить человека к действию какому-то подвигнуть. Первое и четвертое обычно на дебатах используются. А второе, например, в научной дискуссии когда-то. И конкретно, что хотел Путин этим показать? Путин говорит в самом начале – это будет типа серьезный разговор. Серьезный разговор – это значит, он либо истину ищет сам для себя в этих разговорах, либо он хочет до кого-то донести свое мнение, что максимально вероятно, либо третий момент – он серьезно хочет скрыть свое мнение, как это делают китайцы. То есть, напустить дыма для того, чтобы свое мнение скрыть. Что делает конкретно Путин, конкретно этой ситуации? Ну, вот надо знать ситуацию изнутри Кремля. У меня такой информации нет. Путин, на самом деле, очень много чего интересного сказал. Очень о многом интересном, как бы, можно было из этого интервью узнать. Ну, ты думаешь, это интересно было – слушать вот жителю Запада, в среднему? Да, среднему жителю Запада, я думаю, это было ему интересно слушать. И такую длинную историческую справку даже? Она только нам кажется длинной. На самом деле она 22-25 минут, учитывая, что средний житель Запада вообще не знает историю России и Украины и с трудом представляет, где они вообще находятся. 25 минут для него уделить. Я вам сегодня открываю YouTube ролик Максима иностранного агента одного, не будем называть его имя. Встреча на Эльбе. Чисто про историю. Ролик 1 час 19 минут. Практически в три раза длиннее исторического экскурса Путина. Миллион просмотров. Интересно это или нет? Среднему жителю на Западе интересно то, что думает действующий глава государства. Его мотивы, я думаю, ему интересно. Другой момент, что, конечно, чуть-чуть вкушенный зритель на Западе может иметь свою точку зрения, но мы же понимаем прекрасно, что там условно из 350 миллионов американцев или там 100 миллионов, которые посмотрели это интервью так или иначе, но 98% представления даже не имели о том, и не имели, и не будут иметь о том, что вообще где Украина, где Россия, и забудут это все очень скоро. Я не знаю, на что они могут переключиться. У них же там свои местные новости. У них нет.